Привет, меня зовут Александр Иванчин. В этом коротком видео я хочу очень кратко и сжато рассказать обо всех преимуществах построения бизнеса через интернет. Дело в том, что так сложилось, что в конце 2011 года я начал заново искать себя, я начал обучаться новому интернет-маркетингу, начал зарабатывать через интернет. И так уж сложилось, что первая страна, то есть первое интернет-пространство, на котором я начал зарабатывать, это были Соединенные Штаты Америки. И очень быстро я заметил, что возможности заработка через интернет пользуются в Штатах очень большим спросом. Дело в том, что новая экономика, экономика меняется, и экономика буквально бросает вызов всем людям. Люди остаются без работы, потому что весь бизнес перетекает в интернет, весь бизнес становится все более и более автоматизированным, даже у тех предприятий, на которых люди работали перед тем, как остаться без работы. И естественно, люди ищут что-то новое, бросаются, ищут новые возможности, обучаются, хватаются за последние соломинки. У кого-то получается начинать зарабатывать, у кого-то не получается. Но тут уж какая возможность попадется. Постепенно я пришел к результату в американском интернете, и летом 2013 года я пришел в российский интернет. Я очень быстро заметил, что если я буду строить бизнес на русском языке, то он становится по-настоящему глобальным, потому что по всему миру очень много русскоговорящих людей, и у которых нет системы, которая бы приносила им доход, буквально на автопилоте, неважно чем бы они занимались. И действительно, буквально мы можем сказать, что в нашем бизнесе солнце никогда не садится. В России ночь, в Соединенных Штатах утро, где-то полдень, где-то обеденное время и так далее. То есть, получается, русские живут по всему миру, и буквально по всему миру русские люди нуждаются в заработке. Поэтому наш бизнес глобальный, и неважно чем мы занимаемся, мы можем путешествовать, можем спать, можем посещать какие-либо процедуры в салонах красоты или в СПА-салонах, система делает все продажи за нас. И на самом деле нам не нужно ни с кем общаться, потому что подписчики появляются, подписчики, заинтересованные люди, появляются в автоматическом режиме, далее система им все рассказывает, также с помощью видео все продажи совершаются за нас, нам только остается проверять свой банковский счет по утрам, или когда мы окажемся возле компьютера. Поэтому преимущество налицо. С другой стороны, в России я это же замечаю, что новая экономика, она буквально бросает вызов всем участникам старой экономики. Я вам сейчас объясню. Сейчас идет очень много, сейчас очень много систем автоматизации внедряется на те предприятия, где было много рабочих людей, на предприятиях, которые существуют уже на протяжении нескольких лет, может быть кто-то 10 лет, может кто-то больше, там 20 лет и так далее. Как происходит внедрение? Смотрите, внедряют новую автоматизированную систему управления, всем миром ее тестируют, всем штатам, всем персоналам, потому что, ну интересно, то есть нужно потестировать, чтобы все действительно работало. И после того, как период тестирования пройден, система внедрена, 40% штата становятся буквально ненужными, их естественно увольняют, они оказываются на улице, куда им идти? Естественно в интернет. Что забрало возможности, то должно дать и новые. И здесь как повезет, если наткнуться на отличную систему, ту, которая мне приносит доход, в данный момент, сегодня, сейчас, в данную секунду, тогда можно считать, что повезло. Если наткнуться не на очень эффективную систему, но продолжат свои поиски и так далее. Оставьте, пожалуйста, в комментариях под данным видео свои мнения по данному вопросу. Нужна автоматизация бизнеса в интернете или не нужна? А также, если вы хотите узнать подробнее о той системе, которая приносит мне и еще тысячам людей по всему миру доход в автоматизированной остаточной форме, то нажмите на ссылку ниже и ознакомьтесь более подробно с данным предложением. С вами был Александр Иваньшин. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok